Когда в ноябре 2020 года было подписано так называемое трехсторонное заявление, понятно было, что у России было понимание, что статус Карабаха остается в каком-то непонятной ситуации, потому что там в статусе ничего не было сказано. Просто, что там будут российские миротворцы и так далее. То есть, по логике русских, наверное, Нагорный Карабах превращался в какое-то Приднестровье или Абхазия Южной Осетии до 2008 года, до того, как они признали независимость Абхазии Южной Осетии, и, наверное, Россия думала, что окей, поскольку статус неизвестен, да, будут какие-то переговоры между Арменией и Азербайджаном, про там открытие коммуникаций, делимитации, демаркации, но статус будет оставаться в таком подвешенном состоянии, и это даст возможность России там сохранить свое военное присутствие и после 2025 года. Все-таки в заявлении четко было написано, что мандат на 5 лет, но автоматически может быть продлен, если ни Армения, ни Азербайджан не откажутся от этого, продления. И по логике России, окей, если вопрос статуса остается нерещённым, то тогда вряд ли Армения или Азербайджан могут сказать, окей, российские миротворцы должны уйти. Статус нерещённый, миротворцы уйдут, это означает новая война. Непонятно, что Россия могла сказать и Азербайджану, и Армении, да и западным партнёрам, тогда ещё были партнёры, а не враги, как сейчас. Что, смотрите, вот, может быть, я не хочу, чтобы мои войска оставались на горном Карабахе, но это единственный вариант не допустить новой войны. И, понятно, никто открыто не мог сказать, что нет, я хочу новой войны между Арменией и Азербайджаном. Но теперь мы понимаем, что ситуация изменилась. Всё-таки статус Карабаха уже решён. Все понимают, что Армения признала Карабах как часть Азербайджана, в том числе даже отказалась от требования автономии. То есть мы вернулись непонятно где. Если мы не можем сказать, что мы вернулись в 1988 год, потому что в 1988 году была Нагорно-Карабахская автономная область. Бил какой-то автономный статус. Сейчас, когда правительство Армении говорит, что окей, мне статус вообще не интересует, не нужен никакой статус, мне интересует только права и безопасность, жителей армян Нагорного Карабаха, которые будут гражданами Азербайджана, поскольку Нагорный Карабах — это Азербайджан, понятно, что мы возвращаемся непонятно куда, потому что никогда Нагорный Карабах не был в составе Азербайджана без какого-либо статуса. Не сразу после распада Российской империи, в период 1918-1920 год, когда шли военные действия, Карабах объявлялась в своем независимости, Азербайджан сказал нет, потом появились британцы и так далее и тому подобное, не во время советского Азербайджана до 1991 года. И мы не знаем, что до того, как была подписана Алматинская декларация, Нагорный Карабах объявлялась в своей независимости, потом 10 декабря 1991 года был референдум о независимости и так далее. То есть в этом контексте, когда международное сообщество говорит, и в том числе Россия, ну если Армения согласна, что Карабах — это Азербайджан без какого-либо статуса, то вряд ли кто-то может сказать Азербайджану, что нет. Вот, а я против, и я буду делать все, чтобы Карабах имел какой-то автономный статус и был независимым государством. Ну а теперь с точки зрения России возникает вопрос, окей, если Армения и Азербайджан близки к подписанию какого-то договора или какого-то документа, где ничего не будет про Нагорный Карабах, но будет сказано, что Армения и Азербайджан признают свою территориальную целостность, то тогда у России возникает вопрос, а что если после этого Азербайджан, теоретически даже Армения, но в первую очередь Азербайджан, может сказать, что смотрите, вот конфликта нету, нету даже Нагорного Карабаха, нету как территориальной единицы, то тогда о какого миротворческой операции может быть идти после ноября 2025 года. То есть если даже нет Нагорного Карабаха, есть какой-то Карабахский экономический регион, как в Азербайджане говорят, то тогда почему должны быть российские миротворцы в Карабахском экономическом регионе? Понятно, что это вряд ли радует России, и насколько я понимаю, вот эти все последние заявления, начиная от заявления 15 июля, заявления, которое было опубликовано буквально полчаса назад до начала встречи Починяна Алиева и Шарла Мишеля в Брюсселе, там были две четкие месседжи, месседж номер один, все понимаем, что если Карабах признаются и становятся частью Азербайджана, это ничего хорошего не судит армянам, которые живут там, и для очень многих армян будут очень плохие вещи, но смотрите, ребята, не делайте шаги, чтобы обменить в этом Россию, потому что мы все знаем, что вот есть очень много людей, которые говорят все, что происходит после 2020 года, и то, что фактически Карабах очень близок к абсолютной катастрофе, это вина России, потому что Россия предала Армении, есть какой-то союз между Россией и Турцией, Россией и Турцией, Азербайджаном и так далее. Вот первая цель заявления российского МИДа, что, ребята, это все началось после того, как Армения сказала, что Карабаха – это Азербайджан без какого-либо статуса. Все понимают, что это означает очень плохие вещи для армян, которые живут в Карабахе, но извините, здесь не я, так назовем, главный обменяемый, и я не главный нехороший человек. И второе заявление, и второй момент. Вот российский МИД сказал, что да, окей, мы признаем суверенное решение Армении, и понятно, что если для Армении Карабаха – это Азербайджан без статуса, то для России тоже это нормально. Окей, Карабаха – это Азербайджан без какого-либо статуса. Но, все-таки, если будет подписан мирный договор, а сейчас очень много разговоров о том, что все-таки до конца этого года что-то может быть подписан, и Россия понимает, если что-то будет подписан, и там не будет ничего про Нагорный Карабах, понятно, что это дает довольно-таки сильную фору Азербайджану, чтобы потребовать вивода российских миротворцев после ноября 2025 года. Эрдоган уже сказал. Да, Эрдоган уже это сказал. В публичном поле понятно, что идут некие разговоры или переговоры. И вот сейчас Россия говорит о том, что первое, окей, если вы согласны подписать мирный договор на условиях признания, территориальной ценности Азербайджана и на условиях признания Карабаха в составе Азербайджана без какого-либо статуса, то все-таки давайте это подписывать в Москве. Там четкое предложение, что сначала министры иностранных дел должны встречаться и делать то, что они делают в Вашингтоне. Они не должны забывать, что в Вашингтоне и в начале мая, и в конце июня министры иностранных дел, плюс их команды, там было 5-6 человек с каждой стороны, они реально работали над текстом документа. То есть первый пункт, второй пункт, третий пункт, четвертый и так далее. Текст не опубликован, мы не знаем, что конкретно в этом тексте, мы не знаем, какие пункты уже согласованы, какие пункты не согласованы, но Россия говорит, что окей, вы работаете над текстом, окей, есть какой-то вариант, где, не знаю, может быть 60 или 70 процентов уже согласовано, приезжайте в Москву, давайте в Москве согласовать остальные 30 процентов, и потом давайте в Москве подписать мирный договор, чтобы показать, что Россия продолжает бить номер один игроком на Южном Кавкаде. Понятно, здесь разные игроки, Россия не единственная, но Россия хочет показать, что он все-таки продолжает бить номер один игроком. И вот эта идея, что мирный договор должен быть подписан в Москве, а не, например, ни в Рюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Женеве, ни в Вене, это тоже сигнал. Но самое главное, Россия говорит, что в этом документе обязательно должен быть пункт про права армян Нагорного Карабаха. И это ничего не имеет с той действительностью, что Карабах в составе Азербайджана без какого-либо статуса. То есть, окей, да, Карабах в составе Азербайджана без статуса, но все-таки в договоре должен быть отдельный пункт про права и безопасность армян. Ну вот почему сейчас Россия наставит на этом, насколько я понимаю. До этого не было, правда? До этого вообще у России была идея, что в договоре должно быть пункт, что вообще Армения и Азербайджан согласны, что они не могут прийти к согласию про статус Нагорного Карабаха. То есть, статус Нагорного Карабаха будет... Подвешенная формулировка по подвешенному состоянию. Подвешенному состоянию или обсуждение про статус Нагорного Карабаха должно быть отложено. Все остальное должно быть подписано. Но это мы все знаем, что Азербайджан сказал нет, Армения сказала да, Россия сказала, не могу заставить Азербайджан. Но потом пришли, так скажем, пришел азербайджанский вариант, что давайте вообще подписать договор, Западные партнеры сказали, может быть, это хорошо, Армения сказала, да, и вот мы имеем то, что имеем. Но сейчас Россия говорит, не, это должен быть пункт про права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Почему? Потому что если этот пункт будет, потом будет возникать вопрос, а кто будет гарантировать, гарантировать права Нагорно-Карабахских армян, у которых вообще не будет никакого статуса. И тогда Россия может сказать, что смотрите, вот, у меня уже есть присутствие в Нагорном Карабахе российские миротворцы, и логично, что те же самые российские миротворцы могут гарантировать, что все-таки те права, которые будут, должны быть защищены по договору, потому что там должен быть пункт про это, то гарантия для выполнения этого пункта будут российские миротворцы. Наверное, по логике России, если в мирном договоре будет пункт про права и безопасность армян, то тогда это даст возможность России сказать, что извините, но я не могу ввести свой миротворческий контингент с территории Азербайджана после ноября 2025 года, потому что тогда возникает вопрос, кто будет гарантировать, что этот отдельный пункт про права и безопасность армян на Нагорном Карабахе будет выполнен. То есть, что делает сейчас Россия? Номер один. Россия говорит, что да, для карабахских армян ничего хорошего не будет, но здесь не я виноват, потому что это Армения признала Карабах как частью Азербайджана и отказалась от идеи даже от автономии Нагорного Карабаха. Второе. Если подписание мирного договора неизбежно, то лучше все-таки возглавить этот процесс и делать так, чтобы договор был подписан в Москве, а не в Брюсселе, в Женеве или Вашингтоне. И третье. Что все-таки в договоре должен быть какой-то пункт про какие-то права армян, который может дать возможность России обосновать присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе после ноября 2025 года. Вот я так понимаю то, что сейчас будет позицию России. Теперь про заявление президента Алиевой, что Европейский Союз это не медиатор. А европейцы сами говорят, начиная от Шарла Мишеда, заканчивая от спецпредставителей Тойго Клара. Они говорят, что Европейский Союз не медиатор, а фасилитатор. А все-таки между медиатором и фасилитатором есть довольно-таки большая разница. Потому что медиатор это означает человек, который приходит и говорит, вот у меня какие-то идеи. Вот между вами есть проблема, давайте обсуждать. Вот у меня идея, как решить эту проблему. Это роль медиатора. Предложить какие-то идеи. Например, минская группа Убеси. Они же предложили разные идеи. Там был Ки-Вест, потом Мадридские принципы, обновленные Мадридские принципы, Казанский документ и все остальное. А Европейский Союз этого не идет. Европейский Союз говорит, окей, я фасилитатор. То есть я просто предоставляю площадку. Я надеюсь, что и Армения, и Азербайджан доверяют Европейскому Союзу. То есть это доверительная площадка, где вы можете чувствовать себя спокойно. Но у меня нет конкретных идей. Вот что должно быть в переговорном процессе, что должно быть с Карабахом и так далее. Это должны решать Армения и Азербайджан. Хорошо, тогда кто у нас посредники реальные? Остаются Вашингтон и Москва. Вообще-то остаются Вашингтон и Москва. Но у Москвы есть реальные идеи. Сначала Москва говорила, что в документе или в этом договоре должен быть пункт, что статус Нагорного Карабаха отложен. Азербайджан сказал нет. Армения сказала да. Но все-таки это предложение было. Теперь Россия говорит, что окей, если Армения согласны, что у Карабаха не должно быть даже автономия в составе Азербайджана и говорит только про права и безопасность армян, то вот у меня идея, что все-таки в этом договоре должен быть пункт про права и безопасность армян. То, что происходит в Вашингтоне, трудно сказать, потому что мы знаем, что да, в Вашингтоне реально люди обсуждают мирный проект. Вот согласовали первый пункт, второй пункт, третий пункт, но нет четкого понимания, все-таки вот идеи этого мирного договора, они идут из Соединенных Штатов или это опять какой-то фасилитейтинг, то есть роль фасилитатора, что американцы говорят, вот вы сами согласоваете, у меня нет каких-то конкретных идей. Ну, если вы договоритесь, хорошо. Хотя не исключаю, что кое-какие идеи все-таки у американцев есть, потому что все-таки в чем главное отличие между Европейским Союзом и США сейчас на Южном Кавказе. У США четкая позиция через геополитическую призму. Нужно делать все, чтобы ослабить позиции России на Южном Кавказе, а если вообще вигнать Россию из Южного Кавказа, то это уже самый хороший результат. У Европейского Союза нет вот такого четкого геополитической цели, что да, мы должны бороться против России, мы должны выигнать Россию из Южного Кавказа. Насколько я понимаю, Европейский Союз думает, что все-таки Россия была в Южном Кавказе, есть и будет в Южном Кавказе, и вряд ли есть смысл найти какие-то решения, которые будут противоречить коренным российским интересам, потому что вряд ли это принесет, так скажем, стабильность в долгосрочной перспективе. Но у американцев все сейчас через геополитику, то есть делаем все, чтобы было меньше России на Южном Кавказе, еще меньше России на Южном Кавказе, делаем все, чтобы вообще не было Ирана на Южном Кавказе, то есть ноль Иран и насколько можно меньше России на Южном Кавказе, это цель Соединенных Штатов, а это чисто геополитическая цель. Но у Европейского Союза, я не думаю, что вот есть только реально одна чисто геополитическая цель, ноль Ирана и очень намного меньше России, насколько это возможно.